шалом алейкум православные ребят всем огромное здравствуйте с вами как всегда денис алексей у нас сегодня в гостях великолепная елена александровна нет елена прекрасная елена ниронова почему ребят надеемся что звук не запарывается надеюсь я очень надеюсь что все будет ок почему сегодня собрались потому что не выпуска из формата нахрена ты это купила мы к сожалению уже знаем что это но мы с другой стороны не знаем цен шпроты доброход короче лен привет но чего как дела у тебя жека как обещал последний видос и говорю о тебе а потом дальше буду пить в тягу цели на старик за единственной пивоварной которая реально поздравит давай будем честны или и по вот вот реально бля вот кстати реально вот с точки зрения ребят взяли прислали ящик да молодцы краса красавцы чисто ребята с новым годом спасибо да я надеюсь не подождите вы чего не только они поздравили а ты выпил на пак да а ну пенопак чё ты прислал артис еще ребятки они еще и не видели понимая и тоже не видели а вот так видели ну илюка я надеюсь все получится с камбучей сегодня с утра я сидел в туалете и рассказывал как я делал камбучу а ты меня про нее спрашивал кто поймет тут поймет я поэтому не смогу с утра дозвонить а кстати ты звонил в тот момент а я разговорил про камбучу с звонить короче ребят сегодня заключительный видос в этом году он в пятницу и вы скажете типа чел так а следующая пятница это еще не конец года к сожалению так сложивую жизнь что не получается заснять так как мы хотели это сделать настроение предновогодние да короче ребят стримы предновогоднего к сожалению не будет но после новогодний будет правильно пост до старый новый год мы не мы я думал что четвертого типа там третьего вы первого заканчиваете отдыхать а мы когда скажем когда будет старый новый год тогда он и будет все у нас четвертого будет старый новый год делайте с этим что хотите а выйти по отмечать и сторонам год и не пореза более больше моего праздник чем блять плюс один потому что значит не как все типа да не мне нравится стороны в год больше фильм на старый новый год просто это кто звук серийный это где они по двум этажам да там где адам еще с этой мольберта межида ну блин ты если не смотрел это но это художественный мольберт этот так называемый ну для покраски да пианино таскали тогда жирники жирники ребята я одесса что я не знаю как там по свету поэтому напишите в комментах я надеюсь все получится втроем писать первый раз вот так мы пишем на одной плоскости да не первый он на плоскости первый раз у нас дома писали шампанское по два года там люстра горела здесь люстра нет мы со светом сидели ты чё да конечно два световых было по бокам они до сих пор хранятся кстати говоря серьезно да короче у нас сегодня видос о чём кому кстати нужен нормальный свет начинается на вид ищите объявление от дениса короче сегодня у нас видеоролик посвящен лениной подборке мы безумно и благодарны чтобы она нам здесь что она нам сделала данную подборку мы сегодня как всегда в нашем ключе пообщаемся а во всем и ни о чем к сожалению видос чисто про шампанское не получился еще раз повторюсь погнали с чего начнем здесь на секунду почему не получился хераль не получил здесь кроме три фонтейна все по факту такое то или иное игристое да ребят арьянская гриская испанская игристое грузинская грузинская игры все разные страны но россию почему-то и я не взяла сиська не сиська ниппеля сейчас волнует всех в комментах я просто читал дело в том что сиська ниппеля у нас не будет интеграции сиськи ниппеля по той причине что мы сделали обзор про сиську ниппеля вы увидите к сожалению там очень много будет мата поэтому он выйдет на бусте всего да конечно не на бусте здесь он выйдет а вот с точки зрения вкусовщины ладно все старого деда не буду включить поехали ну давайте начнем с этого почему ты выбрала именно этот вариант зелененькая я люблю телевизор господи обожаю вот нам не хватает с тобой же этого да в видосах хочу сказать почему ты выбрала а кстати это вот как раз к теме о том что мы с тобой говорим что люди выбирают по этикетке зеленый свет я бы эту бутылку выбрал по одной простой причине она укупорена не так как все остальные обратите внимание никакого мюзле мюзле здесь не железное а вот именно веревочное а я даже пробочка красиво вот торчит грибочком грибочком прошу заметить да приятный зеленый то есть на нее удобно садиться я не мог это не вставить не мог то и плюс здесь конечно нарисованы 90 поинтов но 90 баллов от вайн адвокат в душе не грибу кто это такие адвокат не у меня сегодня не издержание мне нравится нестандартное решение в упаковке спиртной продукции но это даже стандартно а с веревочкой ну да вот но ты же веревки но ты же понимаешь это больше подходит на какую-то тему девочка она это не откроет кстати это чтобы что промокровать здесь даже значок сделать штопором открываете не зубами что тянуть это будешь но это вот типа ну хорошо то есть ты здесь страдает то есть вот вы с девочками собрались пошли куда-то у детского садика посидеть а у какой нормальной девочки в сумочке нету штопора у меня был раньше нету штопора больше нет ну это такая вот там чек это я купила в красном и белом или где у нас у нее разные магазины где лена покупала поэтому я ходила в красный и белый ароматный мир и в ленту вообще я максимально пытался ей намекнуть чтобы она взяла хотя бы бутылочку типа текилы ну возьми мы хоть пострадаем умрем здесь она такая да 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 рион до просека да рион до просека 669 670 рублей это мир заен ануш рашидовна спасибо серьезно это и п нет там просто видимо а продавала нам вот между прочим в красном и белом не особо то сейчас выбор большой есть я хотела купить где-то 400 рублей стоимость а это сколько получилось это ламбруска еще раз да нет ой я пропустил просека опросик просека просека у нас конечно наряды сегодня ребята как будто бы да из фотошопа вставили рандомно людей в кадр такие типа но вы будете вот такой лена ответственно отнеслась к съемке она с утра вообще хотела кудри завивать там бегуди вот эта вся история я приехал уехал я понял что это надолго я подумал блин с ней ехать потом куда-то что-то забирать там твое пиво все остальное давай 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 расскажи что я из моего пива поехал съезжу один нет я поехал вот из-за этого съезжу один вернусь все равно готова не будет вернулся но слава тебе господи готова была но не закручена я уезжал были бегуди в руках уже вернулся бегудей нет куда нет чтобы понимали мы сейчас такие типы ну здесь сидели болтали такие но лена увидела что мы как эти знаете такие начинаете чепушиться вот это все история там свет ставить еще она такая типа я переодеваться я лен лена лен лен я говорю денис а я слышал что работает канализация ну то есть вода стекает я говорю она мыться начала походу я был не удивлен я тоже я херел начали но потом такой ну че реальность жизни правда жизни хорошее сообщество в ВК есть будем теперь прокачивать новые ресурсы телеграм позор полка но чего да ой как оно пшикнуло красиво я обожаю но я не успел это сделать ну ладно там еще очень много углекислоты ты можешь ее намахнуть ну ладно вы будете из наших бокальчиков пить вы посмотрите какое вообще как ребята я не могу это не показать потому что это филигранно великолепно невероятно интересно у меня есть чатик с кружочками и ксюшенька с костенькой мне подарили офигеть потому что я мечтал о таких бокалах но я тоже мечтала но не перемешиваю я только наташке говорю она меня что наташа мне сказала я такой натаха мы смотрели гэтсби он с этим бокалом ходит я такой типа блин натаха мечтай таких бокал знаешь что она взяла на свечи в утро она подходит а у нее под цвет не у нее один в один стоит подсвечник такой только там ну с дыркой стоит она такая я люблю простые решения это нормально охотчивая женщина между прочим да вот в ленте продаются вот эти вот грибы которые еринги по моему не звук работает и проверял да ну вот у нее здесь за шобку прицеплен микрофон отлично что в ленте продается те грибы которые я обожаю сейчас используют везде в любой кулинарии ты наконец начал псилцибину да и башни нет ребята извините за мою лена ты как относишься к тому что мы материмся в компании на великолепно это умеет делать просто на камеру она это не делает так ты бы я к тому что сейчас набегут люди которые такие вы при женщине это делаете ребята давайте вот режим душнил и выключим окей ерин если не ошибаюсь гриб бык и он по-русски еще есть одно такое название он имеет текстуру белого гриба гриба он имеет вкус истинно грибной хороший он да он стоит бабок но он не разваривается в кашу он не пережаривается в труху который с такой ножкой да вот жирная ножка жарить нагрели все я понял это мясо я начал в пробке закончил как всегда грибами а я не люблю чего я вилка он резиновый мы как-то у вас в бане сидели я помню помните вот это помнишь ты это что белые белые не надо нет я думала что вы из наших ночи а вы потом из наших это ты расскажешь пускай останется тайна пускай останется тайной что у нас за бокальчики здесь стоят лена сейчас скоро расскажет она будет сегодня у нас в роли эдс я на самом деле не пробовала это игристое а ты что-нибудь из того и свои подборки 7 пробовала нет но ты брала как по идее на новый год да если вы девочками или мальчиками собирались или ну так условно говоря если бы девочка единственная я вот одну коробочку вот то я бы не взяла потому что я бы побоялась а я уговорил потому что я просто интересно никогда в жизни не пил грузинского шампанского и игристого я тоже не пила и я бы честно говоря не взяла но в твоем образе сейчас да причем еще тебе нужен этот тебе еще насчет тебе нужен этот переводчик в виде осторожно модерн помнишь было модест по моему если не ошибаюсь они модест это был городок нового нагиев ноги модерна вечно в майке на дарке сидел конечно ты говоришься ты же нас пригодит а ты не уважаешь наших ребят нет я уважаю но я не люблю очень приятно пахнет но давайте немножко как будто очень приятно как дарами минус то но единство что газа немного дойдут ребятники за вас родные с новым годом наступает в конце будет тост основной вы конечно видите в пятницу двадцать третьего скорее всего да ну вот так получилось да какая вторая синабон я знаю вторая-вторая как-то давай если крышься но ксюша синабон и ксюша 2 ксюша 2 ксюша 2 ксюша 2 морозов например да я хотела глоточек сделать я что-то понимал чуть от своей тупости не спросил лена какая у нее фамилия помнишь когда мы в самом начале еще лет 9 назад к вам на дачу приезжали наташка называла нас мироза нет это потому что она случайно один раз пыталась она уже они она один раз пока она у нас короче ребятами рассказывали пиксель не сломал именно google один раз когда мы приехали все вместе наташа посмотрел на нас днисом и она видимо у нее сработал момент такой что она хотела сказать и миронов и морозов сказал мирозов мы в начале нашего выпуска сказали про таркас про то что нам прислали я теперь всегда тебе так называть буду пиво они прислали естественно в коробке бы забрал его из дека и когда мне озвучивали на кого пришел заказы такой да это он я не знаю видно ли вас что нет это не новость это не новость мне так уже прислали мне волком так прислал года два назад у нас было интересно не за гриньков а значит самое самое удивительное неповторимое было когда я пришел в сдек а у меня в паспорте морозов написано а там гриньков то есть я даже не смогу доказать что я грильков потому что там гриньков канал-то грильков я такой типа это мс что это было чтобы сдек не отдал посылку в итоге они выдали какой-то сертификат о том что гриньков мы понимаем что не гриньков а морозов мы немного перепутали это вот к слову о том как ребята следят о нас вы знаете таркас был хорош до этого момента чтоб у тебя камбуча получилось ну чего-то там хлопаешь ален лена закускает не то что ты ела это новый год да ладно ребята мы все пони короче не знаю давай давайте так с точки зрения выпиваемости я недавно попробовал лев голицын полу полусухое вот это вот ребят честно невкусно дайся это не лев голицын с твердым знаками я даже для качества лев горитель это очень-то не на очень вкусно очень сухо мне это нравится мне не нравится итальянские вина потому что они очень узлы черные красные но это не сухое вот это мне нравится мне кажется полусухой пащенька будто полусухой я люблю послушай но это вкусно это вот как вот симонов на стримах можно сидеть пить из-за горла вот это вкусно будет даже так у нас начали писать типа того знаешь после последнего видоса крепкого пива о том что вы же понимаете что у вас скоро симонов закажет это я даже я даже такой типа почему ну я порой отвечаю на сегодня пока к тебе ехали я его осмотрел знаешь почему а косо охота это его любимое пиво да охота крепкая ребята извините лене и денису надо было выйти покурить так вот дело в том что это его любимое пиво кто бы мог подумать три года назад четыре как он ладно не будем об этом человеке новый год все таки лена александровна расскажи нам пожалуйста как ты относишься к новому году после денис мы знаем я мы знаем а вот как ты относишься к новому году ведь мы же видим как ты любишь украшать чисто вот эти все две секунды так посмотри пожалуйста мне икра в зубах не застряла нет ребята это я вырезать не буду у меня эйлайнеры я не могу мне же нужно контролировать айлайнеры это невидимые брекеты это ребят типа вы когда человек такие смотрите вроде обычный человек а так херак и вроде я просто очень много я столкнулся с той фигней я сам не знал что такое эйлайнеры раньше я тоже оказывается брекеты когда он зубы сверлит и там это скоба и там винты которые подкручивают для меня выглядит как будто просверлили насквозь и вот эти вот штанги всевозможные их подкручивают вывинчивают так далее оказывается есть технология но вот я об этом узнал клянусь но полтора-два года назад да вот это вот прозрачная насадка которая не видна там вот какие-то тоже прозрачные наклеенные штуки на зубах и эта насадка каждые две недели меняется изменяет свою конфигурацию каждый раз новую она сдвигает зубы в нужном направлении что-то там делать то же самое что брекеты но только у вас нет вот этого железной мастерской во рту и дороже это вообще как будто бы как будто бы денис об этом узнал когда начал проверять все счета списание заинтересовался как будто бы немножко заинтересовался более активно а-а-а минус 70 а что это за элайнеры у нас тут во рту ну-ка ну я не потому что вот так первые годы и жили нет мне кажется что видно и более того я смущаюсь всегда и меньше стало их не видно вообще не видно лена я на тебя смотрю порой такой типа господи я иногда даже шепеляют начинаю когда они мне во рту господи уж лучше брекеты нацепили вроде шепеляют а не видно ничего блин что за херня у меня знаете какая-то такая история у нас в детстве типа это же к этому относились все по-другому я не знаю как у вас вы же все таки как будто бы не стоит сейчас этого говорить ладно дениса вы же старый я про дениса говорю не я на самом деле о том что сильно моложе помните да не я не об этом на самом деле когда в школе было когда люди ставили эти дети ставили скобки да да ты такой типа ты к этому относился типа ну у кого их не было знаешь как работает ну в школе я например таким не был но просто у нас люди кто были в школе и все стебали все а там скобы скобы ха ха хи хи робот терминатор называли кстати сказать не знаю нормальная школа была стебались на эту тему а сейчас что-то не очень смешно да сейчас дети наоборот да это модно стал пушкин и санкт-петербург у нас такого не было ой ребята сейчас где-то помокрело короче не знаю я с удовольствием выпил кстати мы все не сможем давай 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 мы пишем еще 20 минут нету боже мой я вас умоляю нет я смотри здесь лёша делает чуть-чуть я вот блин нифига себе ты так много и налил магия монтажа называется чё с новым годом расскажи как тебе ты вот и очень я такая я маленькую ремарку сделаю на самом деле те кто приходят приезжают в бар тбп и в бар тап-22 те видят какая там красота происходит я сейчас не про насти бы не про катеньку потому что не она их создавала а именно про антураж и девчонки тоже молодцы не что заделать но лена она вся идеологически такая блин это хоть и плен на кой хер надо сена блять на два дня сена нет лошадном для фото там делается четыре фотографии реально клянусь вам как это сосна называется ну голубая вот это вот которая стоит долго набились до нобелес она стоит как будто это из африки привезено но зато долго стоит это вы мне даже не озвучивали так понимаю дает я сейчас как у тебя в действии это все было у меня мама была воспитательна и поэтому каждый праздник новый год у меня были очень много подарков я всегда ходила в костюмах то снежина кто снежной королевы то белоснежки мама у меня всегда костюмы шила сама и к нам в квартиру каждый год перед не перед двенадцать там не знаю в девять вечера приходил дед мороз со снегурочкой серьезно блин а у меня вот это вы вот этим идиотизмом не занимались это я сейчас так это я сейчас так говорю а в детстве меня не хватало я очень быстро поверил в то что дед мороза нет дед мороз александр аркадьевич нет приходили другие ряженые блин мне короче дед мороз знаете кто отбил мне было шесть лет я до сих пор прикиньте это помню то есть это яркое событие для меня но кстати вы сейчас поймете почему яркая скорее всего бы из-за этого я такой и стал это был детский сад это был типа помните были утренний как назвал детском саде где когда ты должен был выйти стишок рассказать я на новом году в советском саду был звездочетом единственное у меня колпак был выше чем я серьезно и черный ты связано черный черночивать расизм пиздец но кукулсклан нормально там белый должен был у нас такой расизм короче фишка была в том что после этого приходил дед мороз и мы его как по-моему рассказывал и садились значит на коленке да и была фотография у меня эта фотка есть если ребята мне будет не а никак мама сейчас на даче я не смогу скинуть фотографию и короче когда этот я сел он такой вид крутил звук бля а у него просто изо рта так воняло перегаром я такой господи я маму слушаю этого дяденьки это мама меня рассказывает это вышел такой типа сушил этого дяденьки так пахло невкусно изо рта что ты сказал что новый год ты какой-то очень плохой праздник и мама в тот момент она меня прикиньте ну то есть это странно наверно можно было сойти на что-то на нет она сразу объяснила что дяденька выпил алкоголь и я так дед мороз а мне на самом деле отбили я не верил в это все то есть в шесть лет и такой типа дед мороза нет да имя и радостно что не было этого всего наверное отчасти сейчас дети же жестокие сейчас хрен ты это скроешь я не понимаю как дети не узнавали в деде морозе существующих персонажей из их жизни предыдущий но я всегда знал что дед мороз это вот вот этот вот который вот буквально полчаса бухал за столом вот вместе с нами потом исчез и вдруг вот оля дед мороз да серьезно серьезно как первое шаманское пробовал тебя игристое которая классе но в детстве не в детстве же был такой типа ну вот новый год на юге жили не но подожди на юге уже на юге это где черемша скорее всего черемша где выращивается вечером шадо потом расскажем прикол но на стриме и на самом деле вино мне наливали чуть ли не с детства блин не дед каждое утро начинал с того что спускался в подвал и пил стакан там собственного самогона вот и что он там пил да и вино самогон если ты сейчас скажешь где назвали георгий и ник у него был кавказ и они когда кавказ мне родители разрешали там с классами седьмого я в седьмом по моему классе за руку села но это внутренние весам это условно говоря так работает принцип так сказал как будто это первый дальнобой помню первый свой дальнобой ехал я в чечню значит мил воды только свиней отвезла и обратно короче давайте резюме и дальше погнали иначе мне нравится я бы это допил да я тоже его еще третий выпил что-то понимал это приятно не сильно газирован сколько это стоило 700 рублей 700 699 рублей в красном отделу хорош хороших выкинул там была другая цифра но очень похоже дальше давайте попробуем извините лёша надо было выйти прообздеться не всем на этом канале так и закурился так как у нас рубрика называется практически на хрена ты это купил ла ла да тут действительно я готов вставить свои вот это стоит всех всех которые у нас есть еще впереди но единственное вот то что вы увидите впереди можно купить в любой ленте ароматном мире где угодно аудить вот надо сильно пошататься по крафтовым местам чтобы это сделать ребята если на этом ролике до 31 декабря наберется 10 тысяч лайков мы для лены сделаем подборку из светофора она будет сидеть здесь и все это допивать до конца нет да да я не буду поэтому имейте ввиду она будет она будет а ну тогда извините хорошо не дека хорошо будешь просто пробовать и говорить свое мнение а мы будем добивать до конца там отличные продукты говорят там пить можно даже паштет все давай забились ну просто ребят сегодня очень дорого я это понимаю что и туда тоже вот туда тоже узнаешь это будет игристое вино просто мы едем что там будет игристое что не мы сами у нас здесь это пор недалеко если я потом сдохну от вашего алкоголя леночка два сидора голодный желудок и ты выглядишь так же как после светофора поверь мне зачем переплачивать если можно как говорится да объясню почему я это взяла давай можно сфотку да ну рассказывай ситры мне не надоели но я недавно выпила два бокала трабанки и не было очень плохо но я выпила это на голодный желудок и я решила что было бы круто на новый год выпить бутылочку три фонтейн так это ламбик крик ну крик один сам дорогие это один из вкуснейших ламбиков я его пробовал он стоит ну если искать санкт-петербурге он будет стоить от 4 до 5 600 примерно до ну где-то так вот я тебе вот эту штучку а вот эта штучка стоит 800 надо хоть как-то все либо 66 700 в синнабоне у нее мама коллекционирует вот эти вот штучки серьезно называются катя говорила но я не помню но это типа кипи кипа 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 это очень вкусно это и это конечно пиво это бельгия и кстати удивительно люди многие такие я знаю что с этого года мы можем сейчас к этому немножко плавно подойти к теме этого обсуждения полайтушки многие злорадствуют на теме того что вот вам теперь ничего не возят ребята все возят просто единственно что ценник стал другой 40 это боебят поверьте в 61 это будет тоже норм ну согласитесь там портится просто нечему смотрите какая красивая розовенькая давай попробуем это плакетка или как это называется не надо это мне нужно брать плакетки нет не плакетка плакетка ты умеешь батить на комменты плакетка нет ладно пусть блин я знаю что это очень дорого но вот бутылочку вот этого я не понимаю просто как дис сконтролировал момент покупки вот этого если честно ну да ну типа мы просили тебя по лайтушки пройтись а ты ты пекелин латы этот господи текилы это типа по лайтушки ну понимаешь с бутылки текилы ты уберешь трех человека вот с этого дай бог одного а у тебя праздник и новый год ассоциирует меня быстрее уберется да нет я именно на количество людей но нет это про вкус здесь нужен сыр здесь нужно здесь нужно здесь кстати очень важно эта компания потому что вот данный напиток ребята кто-то не понимает не разбирается не пробовал раньше хотя бы что-то похожее к сожалению не оценит к сожалению ребята я вас умоляю пропустите вот сейчас этот момент потому что это вот сейчас будет выход в восхваление потому что я пробует один из вкуснейших напитков которые я пробую это катенька по-моему это свой дыре она по-моему или когда-то это было вот нет это мы еще раньше в воде приезжал господи как это круто пахнет да это сброшенный вишневый сок с пшеничным суслом это это здорово прекрасно кисло это не стоит этих денег сразу скажу вот на мой взгляд не стоит да я тоже так думаю она стоит типа и вот 1300 это его цена но объективно ну 1300 это была бы нормальная цена но из-за того что это едет оттуда-сюда ему я вот это все 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 должны сажать денег типа у нас получается такой ценник но по факту это стоимость это вот по-хорошему 1200 1300 это не сухо это кисло это как вот такое на сухо но на мой взгляд ты не сказал что это не сухо сухо для меня немножко другое здесь понимаешь здесь нет пересушенность то есть она у тебя знаешь бывает три фонтейн а мы с тобой благомного перепробовали потому что в баре многие нас угощали им сам берем уже объективно дизлобимся ты не поверишь я за свою жизнь купил нам три фонтейн ну бутылки две-три но это было я пьяный в усмирь и вот это вот гуляем по факту всегда люди такие пока помнишь когда мы только открыли бар приходили люди такие типа блин я хочу это попробовать и ну в хорошем калинкоре да скажем так говорит ребята вы будете немножко пробовать мы мы правда мы никогда не жестили мы такие типа ну чуть-чуть буквально ребята это вам должно достаться и мы пробовали и мы из-за я из-за этого только попробовал весь три фонтейн на мой взгляд лучше взять верзет верзет в какой-то веке скажу что вкуснее чем это но не вкуснее он кислотнее гораздо он суши мне кажется нет он амин кислотнее есть для на это вкусно трёх раз вообще брешка есть прям совсем черешневая такая вот она прям даже сниму небольшой сладостью это мне больше нравится вот это вот совсем сухой вариант достаточно кислые сухой терпки самое главное это релиз по моему дать 21 год у них есть такое что пьешь как вот вишневый компот но только алкогольный очень кислый наверное да ну я не помню ну блин на мой взгляд просто я бы это не купил я скажу так нет это не 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 тебе этот самый не тебе да не камень твой огород это просто тема о том что зная вкус и стоимость можно понять что можно найти по идее чет что-то интересней но это прикольно ну это прям вот сто процентов хорошо это выдержанно это шикарно по сухости вопроса может есть но это максимально вижу это же вишнево ну давай перед новым годом можно себе позволить хорошо не такую дорогую подешевле бы . 033 есть бутылки можно себе попробовать позволить и выпить вообще попробовать что это но я вот этот новый год буду встречать сидором в трайвайлд я буду себе брать я буду брать в тбп 29 числа 30 они мне нравятся они хорошие типа я скажу что вот для меня вот это некий сидр больше архангельская архангельская не думаю сейчас можно взять и они дешевле чем игристые вина и они на порядок будут лучше чем да ну вот например с этим экземпляром на вряд ли много что сравнится да но это подсадить день это залпом не будешь вода если это за поешь а это вот надо прям цедить цели это скукожить может как сереженьку словами хорошо пома возьми сравнить а во первых не пома а помяу нет помой это другой антопома есть сидрой пома прекрасный экземпляр и стоимость у них 700 800 рублей бутылка это стоит 700 абсолютно тихий спокойный проходной просек а пома со своими нотками тонинности своими яблоками интересно ты стоксовскую имеешь ввиду последний от дома пома сидрой пома это себе сразу транслируешь это по моему и все остальное это рома ё-моё так и называй рома сидры подошел самый главный момент что они кстати очень приличные очень хорошие пома в смысле рома да дальше артист а я не пробовал артист полусухие артист артист я пробовал артист хорошо мы здесь не про сидр мы про это мы говорим про то что можно заменить ребят ну согласитесь это это правда даже вот ну условно дороговато вот ну правда это прямо это круто это ну давайте будем честны это дорого не не зажралась уси все разно по-разному зарабатывать ты у нас миллиарды если вы не пили такие кислые напитки то сразу трифонтейн вам не нужно я настоятельно я настоятельно вам рекомендую посмотреть на наших ребят акаривер и ребят я наконец-таки наполнил ребятам потому что они все забыли вот акаривер мне кажется что может быть тоже неплохо ну мне кажется опять же но это хорошо это прям дорого-богато мне кажется что просто небольшой оверпрайс но не из-за мест где покупаем а потому что по факту это так есть сейчас ладно вот это вот просто не выпить это нужно прям на один вечер одну бутылочку насыщенность этого вкуса я могу сказать одну вещь то что в каждом бля это вкусно в каждом литре этого напитка 340 граммов вишневого сока кутно но то что денис вишневую штуку делает там вкуснее ты же сама сказал ты же понравилась самой то что не сделал на стойку да а че с ней кстати там 40 а ты кстати зараза в этот раз посидели у меня и такой дима думаю ну как обычно денис типа ну чекпоинт оставит здесь их там бутылки которые мне нужны а ну да я с деревеньки мне вот так не нужны из-под архангельской тоже а там эксклюзивные бутылочки на секундочку они просто ну не закончились это их увез но поэтому мне было там была одна пустая одна вот на донышко вот так вот на донышке рассказывали на первом каналом на первом канале просто мужа денис что это такое на столе красная икра да нет вот это новогодние бокалы короче ребят на самом деле сегодняшний наш спонсор это мы у нас других спонсоров не бывает мы лена расскажи про что это такое просто и не просила не спривить об этом почему-то ты говорила что и мы не будем этого вешать пока коробочек не будет да нет на самом деле вы не заранее ничего не хотелось говорить потому что хотелось чтобы бокальчики продавались вместе с коробочками но коробочки делались чтобы вы понимали я в октябре сделала заказ и 17 стой она же показать что за коробочки очень долго логистика конечно там производство люди болели все это тянулось и очень долго изготавливали коробки очень жалко а стаканчики сделали нам очень быстро стаканы вы просили 0 5 это как раз таки 0 5 литров бокальчики так и у нас родилась вот такая вот тема что вообще весь бизнес это правда правда если учет не нравится ли не пишите что вы можете заметить на коробке до их а можно не дай мне еще один бокал от это все у нас нет 34 а 4 у нас вот на коробочке на коробочке нарисовано что лена впереди тащит на санках связанного дениса потому что он вечно противится чтобы его с ним что-то фотографировали я обижаюсь я обожаю фотографироваться и следом алексея привязанных санках весь такой замученный потому что я вечно его задолбливаю своими вопросами коробочки слава богу приехали они очень красивые и каждый стаканчик продается наборе с коробочкой но коробку тоже можно если что купить но вдруг вам нравится коробки красиво вот нельзя мыть посудомоечной машине сразу скажем ребята вообще без вариантов иначе через три стирки у вас ничего не будет посудомойки на самом деле есть сидящий режим сейчас я знаю что водители говорят что вы можете мыть стакана в посудомоечной машине но при использовании порошков краска поэтому мы не советуем и на каждой коробке тоже написано что запрещено мыть посудомоечной машине потому что я знаю что даже люди которым говоришь они все равно забывают я не забываю уже знаешь почему потому что когда ты мне сказал ты сама помыла после трамбанки да не просто не ела короче все ссылочки где будут а самое главное там не только бокальчики всякие вот худи футболки значки а у нас дождевики закончились нет дождевики один дождевик есть ребят дождь дождь да серьезно на самом деле слушайте это круто буквально за неделю тонешь и мерзнуть люди у нас прям не знаю человек один купил 6 штук реально и у нас серые теплые они очень хорошие качественные теплые поэтому если вы купите и причем ценник у нас сейчас перепродаем по сравнению с остальными очень гуманной поэтому не мы пока постараться не продаем потому что по новой это знаете она не собирает это уже никому не интересно короче имейте ребята ввиду что все ссылочки на теплопии мерч будут в описании на самом деле леночка огромный у нас молодец и она вот как раз у нас идея у нас обычная идея заканчивается разговором но когда лена появилась у нас она всегда была просто она была в тихую она все это дело лоббирует делает классно мы опять же не идеально мы не тот холст которого хочется писать картину но мы стараемся быть идеальными и я считаю что это очень хорошо мое дело их задолбать что я и делаю да она делает это качественно да я недополучаю 18 лет практике показывают именно этот результат так это у нас кого испания ну давай говорит а вот эту каму но цвет должен быть немножко другой тот зеленый должен быть на этикетке мне посоветовала опять-таки ксюша вино которая ксюша 2 мы чатик здесь стал фанатом бренда были эти вот про штаны вы когда рассказывал были себя опять на были тягу подсел я стал фанатом бренда у нас в россии наконец научились делать нормальные вещи блин они делали и делали запорожец вот идет штаны я уже вторые покупаю вот-вот клинок я их готов бесплатно рекламировать я не знаю это тульские ребята которые mpok называют пускай будет еще нет не пускай билан пак у них очень странное название и стулыш вот это вот они для меня это идеальные штаны это просто вот я в них хожу весь день вообще просто ребята чтобы вы понимали у этих штанов 7 карманов поэтому скорее всего я понимаю почему потому что по идее дон они используют до того как ты дойдешь до своей коллекции ты можешь создать коллекцию на себе в себе не штанцы и правда многие пишут поле на иди один дениса что он приходит как этот спортивках а как тебе не входит так хочет денис задолбалась как тебя то это ему нравится и все он уходит подожди у людей как стереотипы да если ты женат это жена должна покупать шмотки не вы не а еще стереотипы о том что если вы же надо то ты должна готовить я честно скажу я наоборот не хочу чтобы женат искренне говорю что я не хочу жена готова хочу вкусно есть это правда то есть 10 лет лена лет 13 14 я готовила он ел восхищался а потом такой лент я только 10 лет я знаю я не видел что ты ни разу готовил вообще ни разу не готовил суп сутошный из за того что ты забывала что он варится если хотите рецепт я вам напишу сутошный я понимаю это не важно не обязательно чтобы человек что-то умел делать ты любишь человека не за это если любишь весь не начинаешь любить человека из-за чего-то да пошло нахер ну типа это же при это же приобретенные дары скажем так там готовить там не знаю это вообще бред из-за этого ли я люблю человека сушно вкусно готовить бы ну не смешно она так готовит господи а если вдруг уж не дай бог вот не дай бог это очень хорошо если это бонусом идет не дай бог у человека руки откажут и что вы такие типа разводимся я здесь видел как ногами что-то делают а что же да но это типа уже нет не инвалиды я не про это там просто чек такой садится вот так переворачиваются как членом рисуют суши я на порно хобби бываю но такой материал и смотрел не настолько специализованной год раздевать ты знаешь я такой сижу на что как вот тут за łupa называется с полями с полями с полями с понт she can здесь к 반려�pur и вот как называется с полезными редко берет ну какой сажусь подрачить с береткой такой никто здесь не беретка билет 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 террас берет билет с полями а здесь сегодня я под stretch на леонардо да винча я включаю и девушка рисует одну конечно я не могу я не могу найти эту рубрику там на порнохабе ну возможно если включить вконтакте без ограничений можно найти все и есть такой я что-то нет я не микрофон уронил я пробку уронил все нормально что контакте есть есть какие-то ограничения и не ограничить без ограничений но там можно плохие вещи очень видеть очень видеть плохие вещи и вообще не банят и масса не пользуюсь контактом вообще не понимаю сейчас о чем рейд ждет то есть какие-то градации короче когда видео включу именно на видео ты включаешь там есть поиск например ты введешь но условно говоря на условно говоря или мэдисон так ну а мэдисон эти откроется там типа там будет красивый девушка какая-то видеоблог а если включишь галочку без ограничений там будет на славе мэдисон которая готова показать а я про нашего это кнопочка без ограничений где нужно а тебе зачем не только же мальчики смотрят мало ты еще за этого а начни с хаванского мэдисон потом придет хаванский период а он уже сказал на что хотелось бы нет либо давайте не мы не будем вулкан запускать пожалуйста давайте нам нам просто еще нам закончить сегодня хотя бы а сколько еще осталось ребята я ничего не хочу сказать но вот это охрененно нет не вот этого а мне вот это больше она сухая она прям вообще блюд на и и очень приятно что газация даже вот до сих пор осталось это больше такое знаешь типа перед коктейльная скажем тогда ну типа понравилось нет это вкусно если это более суши это сильно газированный это спокойный по сухой вот это ничего не написано просек это а просека но просека но по самому сухой а это урожай 20 года это азбука морза азбука чего нет дай посмотри а чего а м а м а азбука макуса а мира 500 вот это 500 я вам отвечаю да там 4 процента скидка на секунду ребят не я бы не брал из нашей скидки не рекомендую круто оно да оно дороже чем есть на самом деле нас ну так если говорить да мне нравится я бы я бы это выпил ну еще раз 600 580 вот так чтобы просто понимали на секундочку за ради журнальчик мой горелькова лежал здесь блокнотик а и ты не надо я сейчас найду я еще раз вам повторюсь это тебе тоже снегурочка нет это не хочешь об этом рассказать и я так это вы вам надо рассказывать я же ты еще не видел давай с удовольствием лучшего подарок нет конечно говорим что хочешь это твой канал а маленький момент лев голицын лев голицын ребята его чтобы просто понимали лев голицын полусухое стоит 663 рубля я бы не брала вообще ни за что это просто день и ночь лев голицын просто очень сильно спирту мы бы сделали сейчас вы мы по сделали выпуск про ну типа сколько мы потратим не так сравнивать да это на голову выше слушать но если с этим то мне нравится потому что она питка да ты его пьешь а вот это хочется прям даже вот не до конца допить и поставить и подождать и кого-то газация есть и прям щиплет немножко вкусно ну чё давай какие там подарки рассказывай не надо я в щечку а кстати недавно лёхе снегурочка приходила и подарила очень красивые шарики воздушные зачем только никто не понял ладно а вторая снегурочка подарила лёше жвачки love is ура девчонки выбирайте другие подарки это прям прям ну то есть ты понимаешь да следующие подарки это будет типа деревеньки внутри литра рыбки да не надо мне подарки дарить я не люблю подарки я ненавижу подарки я люблю подарки ненавижу можно дарить подарки любые я прям люблю слушайте в детстве на самом деле очень любила подарки но почему-то знаете все время мне говорили что все время пришло спать и мы нас мама укладывала ждет меня старинный друг мама укладывала нас вечером в девять часов нас это я и у меня старший брат на год и семь старший серёжа скукоженный серёженька привет вот и мы ложились спать и естественно расстраивались потому что мы ждали подарки потому что дедушка мороз а серёга уже надо был скукоженный еще нет а утром когда мы просыпались я лежала первая под ёлку господи я помню и брала все подарки я помню и вот так смеялась когда под ёлкой лежала вот такая вот огромная коробка огромная коробка и там помните я не знаю девочки вата 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 помните раньше была были куклы ходячие такие которые за ручку берешь и она идет также с тобой а я была маленького россии тут уж не так и вот куклу представляете с мой рост и я прошла господи я была такая щас у тебя кукла был с твоего рост да а зачем она нужна это рашен барби я очень любила куклы а у тебя же были друзья или не она еще и картошку чистила я еще и полынула и убиралась и готовила я про куклу я была такая счастливая господи я помню этот момент просто а потом в россии появились куклы барби и для меня кукла барби было это но они были безумно дорогие я помню мама с папой искали их но мы же в деревне жили им приходилось в питер там ездить покупать для лены подарок серёга у нас коллекционировал я вообще из другого с газировкой вот понимаешь человек нормально все это дело у вас же тоже в детстве наверняка были такие подарки которые вот ты хотел хотел и ждала дедушка все что я хотел я хотел на что спектрум компьютер знаешь когда на этих самых был на кассетах там были игры на кассетах на обычных на аудиокассетах и спектрум что-то такое у меня у мамы у всех подруг были сыновья старше да там на три года на 4 и у них уже типа я помню сейчас у андрюхи кораблева была железная дорога брат это была такая жизнь германская которая которая тебя знаешь у нее типа даже вот эти приколюхи туннеля были настолько проработаны муха стрелки и все остальное я такой мам я хочу а мамка не паровозик берем тяжелый пиме ведь можно а мама такая смотрел я пыла я помню как мы в этот паровозик у меня лучший друг кассовский сна был кстати говоря его лена знает который я увидела один раз жили и помню у него была такая железная дорога и мы сниму там настолько была детализирована проработка этой железной дороги что там в тепловоз в тепловоз была специальная емкость на которой давил специальный поршень когда он ехал а если наточишь грифеля карандашного и затолкаешь в эту емкость такой не слышала о этот тепловоз едет на него вот он во время движения там маленький поршень у давит и он клубы дыма выпускает вот вплоть до такого ни хрена си нет такого не было у него было а тебе что дарили в детстве книжки блин я не помню книги добыли по объявам и мне дарили вот вот плюс минус я хотел типа если я хотел хотел лего ну потому что у друзей было вот такое лего а ну денег не было и дарили вот такое я радовался я правда искренне эти искренне радовался я не думал табаков вообще да вот кстати прикол в том что в какой-то момент у меня произошло разочарование нового года я просто понял что у меня разочарование прошло в 16 лет к я понял что мы просто отмечаем тупо старение отчасти но это дня рождения ну слушай да романтизм у меня ушел я до сих пор люблю ну и 8 марта и 23 февраля и я тоже между прочим помню паровозику серёге ему подарили железную дорогу и мы с ним сильно очень дрались я ломала и все его паровозики все вот и вот и вот и жопа я бы переоборудовал бы вот это вот под другое а он ломал всех моих кукол все мои домики а я все его банки вчера себе пукать вообще серый если вдруг чего есть психолог хороший скорее всего знаю почему грустишь порой я слышу мы с серёгой дрались наверное вы еще и дрались будет уже девочки и что это закуска когда серёжка родился я все съел нормально я тоже вот мы перестали драться когда серёжка родился так это недавно произошло это мы недавно 18 лет он уже совершеннолетний пиво в баре у нас жрет этому недавно это недавно мы устроили на день рождения дегустацию а где а там так можно совершенно летним да ничего себе это где находится бар вознесенский 39 вот это да жаль что это один бар в питере в котором такое может и нет серьезно где еще на правда 12 дробь 12 бар тбп ничего себе и там тоже так можно конечно не на самом деле мне даже девочки некоторые писали что лена моему сыну 18 хочу чтобы он уже начал я я хочу чтобы он нормально разбирался в конце концов нормально разбирался в алкоголе можно ли у вас заказать дегустацию для подростка без прикола если бы я жил когда вот ну мама меня воспитывала это было бы сейчас маму я сделал то же самое потому что мама меня с самого детства сюда привела что на ныкаться по подъездам и первое что я попробовал вместе сказать таки я такой типа помните взрослый когда едут души помните вы сейчас сами такие же когда едут на шашлыки и месяц я только единство это был пати микс от балтики ну типа балки всякие разные а потом я помню пиво пиво и и не помню или мифом и не пати микс нет стопудово я бы уже сделал обзор ты чё это моя молодость я там ты что гонишь я к тому что это здорово на мой лично взгляд я бы своих детей воспитывал также потому что нахер ныкаться типа ой все равно попробует да и равно где вопрос где друзей попробует на сделает вывод что это говно а вот то что родители дали и сказали да лучше вот это если ты хочешь быть просто дилером иди работой я честно между следующий давайте вдвоем там си в упле а вот так теперь это равно мы хотим нет ты каждый раз говоришь что давай еще нахлобучим мне создать это монтировать что она тоже работает но это полтора до куда налива боже мой ты вначале грешни а потом давай допьем да я добрался как будто бы церковь не очень-очень красивый хрустальных бокал я еще раз повторюсь я ставлю этому 10 из 10 я бы такое на новый год очень хотел я этому ставлю 8 из 10 а вот этому ставлю 9 из 10 это не много не моё вообще ну при том что мы с тобой шампанское не пьем вообще да а леночка продолжайте это если на повседневное 10 из 10 это на праздник 8 из 10 не знаю мне вот это понравилось именно такое я и вижу вот этим первым бокалом вы знаете вот это переперженая история когда надо встретить новый год с что я сейчас так смочно это сделал короче фишка в том что знаете какая у меня здесь всплыла детская странность который едет не поверишь именно травма и на у себя просто видосах об этом говорил все это под шубой как вы думаете как вы считаете почему она могла мне нанести в детстве травму но сейчас я очень люблю этот салат один взгляд яблоко было добавлено нет ты блевал нет лук да да у нас был в компании дядя володя который очень любил следить под шубой он наедался ей и от него пахло знаешь когда вот пахнет а это селедка с луком это какой-то персонаж который которого пахло луком был под причиной да ну немного разные человека очень сильно пахло луком вот этим вот и я не мог есть нет дело в том что не мне яблоко нравится в селе под шубой чтобы я считаю что лучшие сели под шубой это с яблоком кисло ты не пробовал нормальный сели под шубой где где наташа и чего не понравилось вообще наташа ты знаешь где они живут нет я наташки на виду все люблю на тоже очень прошу вот ребят извините волосам лена на было выйти погулять потому что оказывается они задевают волшебный микрофон а это как сосочек это работает именно так дизмитриевич футбол закончился здесь за кого болел нет я за зенит болела ну это был чемпионат мира но в принципе не всегда продолжаем болеть так аргентина франция так ты смотрел да мне показалось что зидан был плохо в этот раз сушим там аршавин вывез нет аршавин мне понравился то есть это неплохо было и если бы не пепе вот пепе пепе вот этот пас зидану и зидан не смог это сделать это было плохо так там же дзюба дзюба в это делаю в этом в это время дзюбил все мы это привяжки да он плюшкина дзюбил поэтому тут все норм я борел за аргентину честно скажу мне вам прямо приятно было что они выиграли но зидан конечно уже не не слушай если абстрагироваться если мы сейчас заговорили аргентина естественно больше нравится чем франция клянусь вот-вот на поля руку на сердце ты не лягушат ник аргентина это страна на секунду куда бы я переехал жить если бы на то вот если были какие-то обстоятельства которые вынуждены вы уехать из страны первая страна которая рассматривал бы в качестве своего следующего места жительства это аргентина то есть не луга лужки губернатор такой или как-то глава поселения такой но это не шутки про сепаратизм а просто так нет клянусь а что тебе нравится что что тебя но ингрид а что тебе нравится там аргентина климат население эти климат велики тепло блять да ну в принципе все то что я последнее время читаю про аргентину это та страна где то что мне нравится то как они относятся к внешне политической обстановку то как они относятся к внутренним сам кем-то проблемам я я тебе клянусь я слежу за этой страной эти я тебе не то что клянусь эти честно говорю мне аргентина очень интересно там новости какие-то приходили от ютуба или нет нет аргентины нет а ну все слава богу это там карнавалы нет бразилия бразилия аргентина там ну аргентина достаточно бедная аргентина бедная станка нет 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 уже здесь у него российская аргентина уже пожалела вот когда ты задал вопрос про аргентину то что они выиграли чемпионат когда они выиграли чемпионат мира а я понимаю что они выглядят мира я искренне порадовался и ненавижу футбол не мне на него абсолютно насрано и я его не понимаю мне приятно что выиграла аргентина мне нравится эта страна а мне приятно что вам приятно уже даже денег поднял если честно на чем на матче а так этого мы не касаемся здесь части на рекламе это очень плохо мы не рекламируют и все это просто приколюшки это мясо боже мой аргентинские старики до до которые на свободном выпасе все ой бляди это это человек который на мясо развести это его проще развести типа слушай я тут короче чё нашел рыбу перегнившую есть варик запечь он завтра он завтра будет здесь нет он будет сегодня здесь день я это не фанат мяса он очень любит субпродукт ну кстати вот в этом я его поддерживаю но тем не менее аргентина это прямо вот та страна которая мне кажется которые блять ну ван лав реально то что я там вижу по фотографиям по каким я слежу на ютюбе зарить аргентиной за блогерами ты не поверишь я за блогерами аргентинскими слежу скажи что им по-аргентински в душе не ебу а скажи что-нибудь по-аргентински мы на самом деле когда были в воронеже лену заебывали темой чтобы она изучила нагать я начала изучать испанский стыд вот и хотела бы это мы такие лет как будет сидр она такая сидр так и будет мы таки для лясы сидра подожди это должна она сказать как по-испански сидр перевела на испанский сидра 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 ласы игра ну ладно ну рассе да так это что у нас вилла мария новая зеландия савиньон бланк у это мне не мой это это ребята сразу с кого вам хочу сказать что новая зеландия савиньон бланк это то что я люблю мне не нравится эта трава почему обучаю траву потому что вино савиньон вилла мария это просто идеально велико но помнишь 2018 хорош у них был хорош идеально вот это шикарное вино мне нравится она прям вот с этой те она с такой терпкой этой ноткой аромат просто безумный это такое впечатление что взяли пук травы из поля выжили носок это сто процентов и на это прям вино вино дорого ребят сколько стоит 2000 блядь до 1999 рублей это очень вкусно это безумно вкусно это очень противно это савиньон бланк савиньон бланк он в принципе уходит в траву это понятно аромат офигенно просто мне нравится такое имена нет ну слушай ты же вообще не любишь уже мы собрались как бы знаешь собачьих правах ты ну нет но я не понимаю но его вот так вот просто не выпьешь его нужно прям смаковать вот судить надо чтобы я прямо честные ребята я честный я бы такой пил это вот такой я пил и пил бы это прям вот прямо любовь любовь кислинка более мне нравится ну да ну нет не мешает вино от них мне очень нравится веса что она раньше дома всей истории стоило 1300 вот чем дело я хочу спросить вас ну ладно ты не всегда был таким задротом но мы все с вами привыкли знаете кто-то вот девочки и делали такую залупу что сжигали желание еще что-то а вас когда-то было в жизни что желание ваши действительно исполнялись вот объективно что-то было что вы пожелали вот ну реально может быть день рождения может быть новый год и она действительно исполнилось а может быть исполнилось и даже больше переполнилось нет нет у меня тоже нет а у меня да а знаешь почему так потому что ты передумала желание когда оно произошло вот помните блиновскую ой елена это очень скользкая дорожка я щас буду хейтить я пошли я ненавижу эту всю тюрьму но я начну помните блиновскую я не знаю кто это я не смотрела ни разу о чем она говорит я не была на ее семинарах но кто-то однажды сказал что типа вот мы на блиновскую ходили записываешь там желание записывая желание типа она через какое-то время исполняется ну ладно думаю я записала все свои желания мне их там было 15 а потом стало стоп и честно сказать эту херню проходила нет я сказала что жила я просто написала что я хочу ну и чего исполнилось половина от блиновской а другой но это единственный козырь где почему я могу материться я еще громче сделают все я понял я понял тебя но я сделала тоже я взяла тетрадочку и записала все свои желания что я хочу вот от простого там купить себе что-нибудь или хочу там вот это вот это если куда-то туда-то куда мы съездили из этого желания так как это было 4 хочу увидеть у нас есть в токсово по моему любви зубры бичурия без неплохая бизонник или как это зубровник вот ну ты достаточно последовательно добивалась этого желания как бы я тебе до и до нового года я это слышу раз сто я хочу к бизонам это не блиновская речь зашла о том что исполнялись ли желание я сказал что да ты такая ручку и тратила но пускай хотя бы работает что перевели желание такое что я не хочу работать в офисе не хочу работать бухгалтером вуаля на складе я работаю кладовщиком ну ладно слушай без карьерного роста без всего я зачем мне это на нахер он нужен мне предлагали быть главным бухгалтером я отказалась я не хочу этого говна нет а я не знаю я я никогда ничего не делал ребят самое большое заблуждение ты вот такими знаками пожалуйста еще раз повторюсь потому что самое youtube без прикола сейчас банить за жесты сиять и без прикола вот за вот вот солнышко у нас один видос из-за тебя реально сейчас и мне пришлось вырезать кусок вот там вот этот вот ребят все те кто очень сильно фапает на карьерный рост и все остальное поймите с точки зрения человек который прожил очень долго и лёша может это подтвердить все это полная херня вас используют где бы вы не были ваш есть карьерный рост это большая дутая фикция вот и все мне не везде не соглашусь потому что работая на предыдущей работе я на две головы прыгнул от ну серьезно ну и что и чё дальше я захотел уйти пусть меня заебало вставать в 7 утра что дальше ребята давайте начнем с того что некоторым людям нравится работать в офисе нравятся бумажки вот это вот у нас простите была христина в офисе бухгалтер и она пришла новенькой мы с ней разговорились я спросила христина тебе реально нравится вот цифры бумажки отчета многим нравится горит я просто пищу от этого мне нравится сидеть и скрупулезно сверять все считать пересчитывать вот это вот это не мое просто каждому свое есть люди которым это нравится и они хотят я варим добей речь его люди которые это не нравится либо это не вот и я считаю что у меня ребята в офисе то что сидят то что проектера я тебе серьезно говорю я с ними разговаривал я я же со всеми без вы и без вот я по-братски типа ты и ты ко мне также что игорь что саша что кирилл они все говорят чел мы не хотим этим всем заниматься сами нам надо чтобы просто мы получали зп как у тебя но зато при этом мы еще можем дома сидеть это делать нам не обязательно сюда приходить ты у тебя график работы такой что мы хотим придем сюда хотя последний раз прикиньте они реально пришли я же им дал карт-бланш я водку поставил в бар в наш маленький в гачине водочку загрузил вискарик купил недорогой но джемизон нормальный и вы типа ребят если вдруг есть желание посидеть вы сидите только не перебарщивать и как бы на второй день поскольку это сделал мне позвонил охранник ты сказал что у вас там шумят они подрались с охранником они подрались между собой они начали выяснять я приехал я ребят я же не для этого делал не про нет про наживала нет а то что просто вы можете типа прибухнуть чуть-чуть не про то что вы это вот на один раз куплено давайте да типа не для того чтобы вы за один раз выбухали все что есть в баре а давай мы кинем петарду помощнее в комнату где 5 же красалов я хотел как лучше я хотел наоборот чтобы они типа наоборот правда когда мы собираемся с ребятами в гачине вот по проектам обсуждаем я все привожу привожу там шампуня ламбруски еще что-то мы сидим идеи лучше идут я реально понимаю что это я поэтому никакие за свои ребята сидите дома делайте свою работу дома мне нахер не нужен офис можете это делать дома делайте дома а здесь это просто ну мы должны же встречаться чтобы что-то обсуждать и вот этот момент когда я такой типа я еще посмотрю что-то фильм про google такой типа блять охуенно будет но у меня у мозгов не хватило что я пошел дальше не google не построить что в офисе 30 квадратных метров google очень не получится они там до нас или комнату некуда ставить но если что он он мы пообщались мы поняли что так не работает все все я окей и на следующий день я приехал но мы все этом не правда ну ребята молодцы они нормальными таки слушая там бухлишка закончилась такой идите нахуй как они имели наглость еще вот тебе так у нас очень дружеский я типа не я понимаю я золото не устроили драку пришел охранник позвонил звенины на следуке там как бы надо добавить а че а что ты понял а через день а через еще через день у нас пролился этот самый пролился вентиль вентиль отопление третий раз и игорь который проектер я сам сделаю я сейчас понимаю что скорее всего водка не закончилась к этому метку не звонил я сам все сделал у меня батя в третьем колене блять сантехник ну как когда они залили комп я понял что все ладно белиссимо шикарно у нас последний претендент давай а это кстати бокальчик для джорджа нет денис это германия друзья такие что у и кстати давайте ребята мы они же в казахстане сейчас ну а в грузии настенька ребята родники спасибо большое за подарок мы все получили кайфанули и вообще вы огромные молодцы раз уж мы раздаем приветы то передай пожалуйста привет саша я очень надеюсь что неправильно правильно точнее назвал имя саша из тольятти с рыжей бородой из тольятти с оляном проблема родной была в том числе есть ты меня понимаешь человек за тебя сдал билеты и перенес на следующий день поездку блин мы же сказали что да да мы не смогли у нас жили на форс-мажор все остальное передай привет саши ради бога а это из-за моих из-за меня но отчасти из-за меня то что саша рыжеборода из тольятти рыжеборода из тольятти сорян проблема родной было во мне семейные трудности но прям такие которые к сожалению было не перенести и брат сорян правда сорян не хотелось бы обидеть вот у меня башка у меня сейчас батя кстати в тольятти встретите-ка ты с ним не на самом он правда в тольятти он сейчас уезжает оттуда и он меня спасел что тебе купить из столетия игру папа жигули можно дисас икру и рыбу другой пип 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 я такой папа что за язык пип пип я помню что это просто он бросил трубку дис самое вкусное это не единственная мне кажется бутылка которая нет нет сегодня все были рады нас видеть я не слышала это ах со давай наши боковые они грязные нет нормально ты своего будешь давай наши бокалы а да виноградиком почему взяли этот экземпляр первое потому что я никогда не пила это вкусно сколько он стоит мне интересно если он стоит до 500 рублей это бомба но это набор с бокалом не стоит нет это в ленте мы покупали и нет лента следующая лента еще будет лента лента скорее всего будет по скидке это стопудово да у нас но там тысяча рублей но это самый бокал который никому не нужен ребята это просто вот такой вот бокал в этой коробке сейчас я вам покажу бокал кусок говна не бокал ребята родные я вас очень прошу это без прикола я вам говорю если вдруг вы фанаты шампанского и вы сейчас лишь без маленький вам сделаю от старого пердуна вот это вот это самое дерьмо правда по им поверьте мне вот из-за этого шампанское пить это плохо если они есть ничего страшного мне тоже их много вот это правда не потому что не потому что это у лены сейчас есть это действительно правильный бокал под и под шампан под игристое вино нет игристое вино должно у нее как это называется вот этот тюльпан не раскрытый тюльпан а есть бокалы типа вот этого но это вообще нет вот такие бокалы правильнее потому что они задерживают аромат и раскрывается вино неважно игристое или не игристое в полном размере и газы газация уходит как это правильно чужие газы тебя ласка вот такие бокалы на самом деле правильнее всего ну не конкретно это я имею ввиду полностью не согласен с еленой она несет какую-то чушь объясню в чем прикол данного бокала может быть вы не понимаете дело не в том что ну дай по дуги еще дам тебе на секунду на самом деле фишка их была в другом в том что у вас полная ароматика происходит вот здесь не надо ничего там высаживать похеру из какого бокала пить по-хорошему можно и с такого пить шампанское вот такой аромат задерживается чуть дольше и ощущение эстетика здесь фишка вся в эстетике красоте все окей все окей вистос за рыбалку уже за рыбалку отлично пьем я тоже умею на рыбалку ходить ребята я могу сказать что это очень хорошо это прям вот очень похоже на то что я пил дорогое шампанское именно шампанское не гриста вина убираюсь я не могу так сильно оценивать немножко немножко сухости может не хватает но я не могу стопроцентно сказать что вау-вау просто вкусно мне нравится очень сильно так большой глоток даже не сделать из-за того что во рту вот это газация безумная мне нравится слушай а может может из-за может из-за этого но что газация не выходит так сильно может из-за этого такая форма может быть под газация уходит вот по нет ну чем больше площадь поверхности тем больше выход газиков и скажем так ну да по идее на ну чё не нравится я бы наверное выпила бутылку и не сказала что фу говно спирт не она не спиртозная но приличная тбп коллектив сегодня вас поздравляет в полной мере потому что мы сегодня здесь не хватает насти и катя но они будут в новом году вот первыми видосами это будет катя на все и думаю что мы тоже запишем я к сожалению моя бесперебойная бесперепитная жизнь немножко откладывается по неким причинам чё хотелось бы вам пожелать короче фишка в том что наша жизнь это мелочь это очень важно она как маленький пазл вы знаете я в этом пазл я в следующем году все будут делать татуировку пазл по уже делал себе нет пазлышка делай конусе до сталина ленина и здесь крест православный нет именно пазл почему-то сейчас сказал я даже не понимаю я хочу сделать маленькие пазлы в которых я не сразу все именно пазл в пазле будет полоса уснуть и потом дособирать бы да допустим хоть маленький мухоморчик вот в пазле потом раз рано еще появляется пазл и там контракт с козовского с азовского моря раз внизу пазл и там еще что не появляется это начнется анонсы татуировок с январе месяца я думаю себе черта не ничего не буду набивать короче фишка в том что наша жизнь это как мне кажется это некие пазлы и порой как будто бы новый пазл надо найти для будущей жизни и оставить какую-то метку и мы с вами видим что очень все темно и очень все как-то невзрачно но я просто хочу вам пожелать немножко больше иметь кругозор чтобы пытаться хотя бы стараться понимаю что сложно понимаю ребят какой год и я не буду вам быть что будет надо еще потерпеть это без вот этой вот залупы просто старайтесь найти какие-то плюсы в том возможно в чем вы не можете найти условно говоря видите солнышко это здорово это классно вы понимаете что вы дышите вы понимаете что вы живете вы вы чувствуете ветер быть вы чувствуете любовь вы чувствуете счастье во всех проявлениях я вас очень прошу пытайтесь из этого что-то собрать это не к еще раз повторюсь это не касается только типа россии какие мы ужасные и это не об этом речь идет я вас понимаю что я что могут написать люди ребят просто человеческого счастья и постарайтесь его найти в мелочах вот этому это мое им хо это прекрасно давай я то же самое что ну хочу сказать что вот например мы с моими ребятами а у меня 13 подписчиков в моем чатике и тряс миллионов нет нет 13 подписчиков они знают и я хочу сказать очень закрытый чатик они меня слушают сейчас да и мы можем на чатик оставить нет 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 это закрытый чатик и мы с ребятами значит составили список что нужно сделать до нового года каждый день чтобы быть немножечко счастливее и приближать к себе праздник так вот я считаю что нужно это делать не только перед новым годом и каким-то праздником нужно каждый день делать что-то такое что тебе нравится вот что рисую полностью вот даже пойти купить настрите в носок нет ну лёша пойти новую елочную игрушку посмотреть любимый фильм и вот это вот каждый день что-то разграничивать какие-то приятности каждый день делать для себя любимого что-то приятное я считаю что это нужно каждому человеку потому что от этого реально зависит ваше настроение настроение ваших окружающих любовь внутри вас солнце да радуйтесь но у нас питере нет солнца куда глядеть смотрите на окружающих себя людей вот денис у нас смотрите в какой классной тельняшки сидит и лёша какой-то неизвестной черной форте классно неплохо тоже но есть друзья ну позвоните друзьям поболтайте пять минут занятых хорошо позвоните маме с папой я вот маме с папой очень маме с папой часто я редко звоню и но мам с папой на меня не обижаются потому что потому что а дальше пошел они мне звонят и спасибо большое родителям чтобы вы звоните своим детям дети они знаете в одно ухо влетела другой вылетела а родители всегда должны звонить детям и узнавать как у них дела вот родители здоровья вам большого полно согласен здоровье это самое важное ты можешь просто я типа и . вкусно и . ты там не да это было тоже самое что то же самое что макдональдс летом уж так макдональдс короче сделайте то что вы откладывали весь прошлый год вот и все всего тинчин ребята и огромное спасибо что оставите лайки я понимаю что у вас всего лишь 10 процентов это очень грустно отчасти и порой короче не знаю с точки зрения канала тбп это грусть потому что 10 процентов людей кто реально доволен что поставить лайк это очень мало поэтому если вдруг что прожмите и мы будем счастливы вен сейчас подытожить что там с этим ленту с ютубом лайки ставить надо или нет на видосе надо конечно потому что от этого зависит жизни тбп иначе это будет последний ролик иначе я закрою все на хер как обычно вот этот аргумент тут даже бы я поставлю пожалуй зайду наконец на всем будет это был какой тут это был какой почет 17 год 17 год 17 года по моему стрим был да когда я вас закрывал ребят напомните это был какой год 17 или 18 да это какой год только не дай мне вилочку пожалуйста я уже понял что делать можно жрать нормально весь весь этот лак присылайте лак ставьте лайки подписывайтесь колокольчики там звенящие бубенчики какие-то там нажимать надо честно говоря я на ютубе не сижу у меня нахрен не нужна эта площадка я подписана только на тбп пересматриваю 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 между прочим ролики тбп не часто но иногда бывает потому что да так бывает любовь умирает но манит опять манит а ты клоуница серый кардинал серый черный серый черный вообще синий расист расист как тебе русалочка черная понравилось фильм что а ты курс уже вы в курсе реально или нет русалочку сейчас снимают там темнокожие я не по и расизмая на а мультик фильм фильм не негра темнокожие ну почему знаешь почему толерантность нет а нет ощущения что в какой-то момент будет странной толерантностью что там белых не будет ну условно ой кстати между прочим вот это вот на этом стиле ребятники с вами были как всегда непревзойденные рыжебородый дэй денис алексей леночка спасибо тебе большое за подборку еще раз повторюсь сколько там лайков попросили чтобы мы сделали из светофора если вдруг актуально если до 31 не добиваем мы это не делаем сразу не надо потом просить и говорить что типа блин ребята там на бине нет нет до 31 декабря потому что по-другому никак спасибо вам большое что действительно поддерживаете нас лайками дизлайками без разницы важно просто ваша реакция что вам понравилось или нет это самое важное все от души пока пока а если что лайки после нового года можно добить наказали позор полка и грейков там все работает вообще счастлива пока пока ну и все теперь самое главное чтобы там звук блять не подкачал ты сегодня была прям лучше чем когда на подкасте